Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свои комментарии под видео. Поехали! Однако я также являюсь главным ответственным за преодоление этой ситуации и установление стабильности и безопасности в стране, подчеркнул Пашинян. Что предусматривает дорожная карта? Возобновление процесса переговоров по Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ. Возвращение мирных жителей к Нагорному Карабаху и восстановление разрушенной инфраструктуры территорий. Предоставление социальных гарантий людям, потерпевшим родных во время войны. Изменение избирательного кодекса. Первые шаги к созданию антикоррупционного суда. Борьба с пандемией COVID-19. Военная реформа. Обратите внимание, 9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Армянский народ назвал это решение капитуляцией и предательством. Люди вышли на протесты против Пашиняна и его правительства. К слову, президент Армении Армен Саркисян призвал действующего премьера страны Пашиняна уйти в отставку вместе с его правительством. В то же время Саркисян считает, что готовиться к досрочным выборам должен и парламент Армении. Президент Армении рассказал, что уже успел провести встречи с парламентскими силами, общественными группами и представителями диаспоры. Большинство, по его словам, выступает за отставку правительства и досрочные выборы парламента. Об этом пишет NewsM с ссылкой на видеообращение Саркисяна к народу. «Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Карабаха имеем гуманитарную катастрофу. Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью», – высказался президент Армении. Отметим, что 16 ноября в Ереване возобновились протесты. Сотни людей вышли на улицы армянской столицы и требовали отставки Пашиняна. Протестующие выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Карабаху. Премьер-министр Пашинян участвовал в подписании документа. Интересно, что сам Пашинян пока не собирается уходить в отставку. Он считает, что сейчас его задачей является обеспечение стабильности в стране. Отметим, что он пришел к власти в Армении тоже на фоне протестов, в мае 2018. Это произошло после того, как люди по всей стране начали выражать свое несогласие из-за назначенного бывшего президента страны Сержа Саргасиана, премьер-министром. После почти месяца протестов люди добились того, чтобы правительство Армении возглавил Пашинян. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.